Добрый день и как всегда в конце недели мы подводим итоги нашей работы. Говорим о городском хозяйстве и все, что с ним связано. Закончилась зима, достаточно снежная зима, холодная зима. Достойно вышли с этого зимнего периода. И сейчас начинаем это развивать, те наши нововведения, те наши новые инициативы, которые мы начали год назад. В первую очередь хочу сказать о мусорных подземных контейнерах. Мы действительно поставили в городе несколько мусорных подземных контейнеров, новые системы нашего города. Было очень много разговоров, опасений о том, что они в зимний период себя еще покажут. Зима была достаточно как холодная, так и снежная. Было много осадков и тем не менее ни одного сбоя в этой работе этих наших систем новых, в этой работе мусорных подземных контейнеров не было. Поэтому уже с конца марта месяца мы начинаем активно, системно расставлять эти мусорные подземные контейнера в городе, в частности в историческом центре города, там, где они действительно хорошо вписываются и где наоборот не вписываются наши большие обычные контейнера, которые действительно имеют как не очень хороший внешний вид, так и тот запах, который их сопровождает. Хотелось бы перейти к теме парков. Опять-таки год назад мы начали активную работу по восстановлению, приведению в порядок одного из первых, одного из знаковых парков города Дюковского парка. Были выполнены работы по замене наружного освещения на центральной аллее, были выполнены работы по восстановлению пешеходной части по улице Балковской вдоль самого парка. Также один из водоемов был очищен. В этом году мы будем более системно заниматься этим парком. Мы вычистим оставшийся водоем, мы займемся подтреской и омоложением зеленых насаждений. Будут восстановлены пешеходные дорожки и пешеходные зоны, а также наружное освещение в парке будет восстановлено полностью. То есть парк должен стать аналогом Парка Победы. Знаем этот парк, любим в нем гулять и видим, как сильно он изменился за последние годы. На улице весна, с каждым днем становится все теплее, и мы возобновляем эту работу по уборке нашего города. И мы снова возвращаемся к нашим санитарным дням. Я напоминаю, что это такое. Каждую неделю в один из дней мы ведем генеральную уборку в одном из районов города. У каждого этого района будет свой день, и в этот день в этом районе будут масштабные, скажем так, работы по уборке, как фасадов, как и бесхозных территорий, зеленых зон, пешеходных зон и так далее. Опять-таки год назад эта инициатива зарекомендовала себя очень хорошо. В завершении хотелось бы поздравить всех наших коллег с днем этого работника ЖКХ. К большому сожалению, эту работу сотрудников ЖКХ замечают только тогда, когда она не сделана. Основная часть этой большой, этой очень тяжелой работы остается в тени. Мало кто видит, знает, каких титанических усилий, как тяжело работают эти люди, которые работают на улице, чтобы наш город был чище, чтобы наш город был зеленым, и чтобы наш город был комфортным для жизни. Поэтому, дорогие коллеги, хочу вас поздравить с этим днем, пожелать в первую очередь здоровья, потому что в этом году мы все понимаем, насколько это важно. К большому сожалению, мы не можем себе это позволить, даже в период этой карантина, работать удаленно, так как удаленно город убирать невозможно. Пожелать вам высоких, достойных зарплат, а мы будем стараться этого обеспечить, и хорошей, комфортной, любимой работы. На этом на сегодня все. До свидания. Как всегда, увидимся через неделю.